Гульсум, я очень рад приветствовать вас, я вас вижу, вы нас слышите? Да, приветствую, я тоже рада взаимно, спасибо. Прекрасно. Ну что ж, сейчас до Нового года в Киеве остался еще час. Как бы вы описали ситуацию в городе, в стране на 31 декабря 2022 года? Ну, я вам могу сказать, что я вот на протяжении 8 лет живу в Киеве, это, наверное, самый семейный новогодний праздник и год в этом году, потому что назад вернулась домой, так как у нас комендантский час, вы знаете, в 23.00 он начинается, и уже нельзя выходить на улицу, но вот я была на улице буквально час-полтора назад, и город абсолютно пустой. Я пошла на Софиевскую площадь, вы знаете, что ежегодно на Софиевской площади бывает огромное количество людей, там всегда бывает красивая, очень большая елка, там бывает ярмарка, и невероятное количество людей, которые приезжают, приходят отпраздновать вместе. Новый год, скажем так, погрузиться в новогоднее настроение и так далее, а в этом году, к сожалению, ну, во-первых, у нас проблема с электричеством, и нет возможности установить такую огромную елку, как в прошлом году. Здесь стоит одна такая небольшая елочка, которая там освещается гирляндами жовто-блокитного, и работает эта елочка благодаря генератору, но все равно люди на Софиевской площади туда приходят, и все равно вот какая-то чуть-чуть, но небольшая праздничная атмосфера есть. Хотя это, конечно, не то, что было в прошлом, позапрошлом, в прошлые годы в целом. Одного прям новогодняя атмосфера, ничего подобного в этом году нет, да и оно понятно, очевидно, что все дома, комендантский час, и, наверное, вот в этом году как раз семейный новогодний праздник сегодня в полном смысле, в полной своей коннотации в домах у украинцев празднуется. Но сегодня в Киеве, вы знаете, что ситуация с утра сложная, с утра Россия атаковала столицу Украины, ну, понятно, не только Киев, но и многие другие области Украины, но по Киеву они ударили, Киев ударили в очередной раз ракетами, большинство из которых сбила противовоздушная оборона Украины, но, к сожалению, некоторые из них все-таки попали в гражданские объекты, а также в объекты критической инфраструктуры. Я сегодня ездила по Киеву, мы снимали, показывали для, в том числе для нашего канала, вот все те разрушения, которые принесла в очередной раз Россия и российский терроризм. Они снова атаковали нашу столицу и попали их ракеты в три района Киева, Голосеевский, Святошинский центр. И атаковали они, знаете, что? Атаковали они отели, отели, где, кстати, вот в Печерском районе, там оставались в том числе и журналисты, и один японский журналист пострадал, 21 человек ранен, и один человек, к сожалению, сегодня погиб в Киеве в результате российской атаки. Но в целом сегодня ситуация такая, непростая в стране. Да, очень-очень непростая, но спасибо за то, что вы как бы нам освещаете, потому что детали невероятно, мне кажется, важны. Скажите, Гульцум, вот год назад у Путина был план, что он возьмет Украину за несколько дней, за пару недель, и непонятно, как бы вы были удивлены тем, что произошло за этот год, или для вас вы как бы думали, что украинский народ вот так и будет противостоять, и российская машина окажется такой вредной и опасной, но не побеждающей. Вот этого не удается никак. Как вы считаете, это было сюрпризом для вас, для других, или это оказалось ожидаемым результатом? Ну, для меня, честно говоря, это не было таким прям серьезным сюрпризом. Я, в принципе, как только началось широкомасштабное вторжение России в Украину, я как человек, который в 2014 году был вынужден покинуть свою родину, Крым в результате российской оккупации, была точно уверена в том, что я буду оставаться в Киеве, что я никуда не уеду, что бы здесь ни произошло. И я верила в то, что за 8 лет украинские вооруженные силы были модернизированы и подготовлены настолько, что мы сможем, украинские вооруженные силы, и украинский народ сможем противостоять российской агрессии. Поэтому с первых дней у меня вообще даже мысли не было покидать Киев. Я не хотела и не собиралась покидать Киев. Что бы там ни произошло, я знала, что не сатаковать Киев, захватить Украину с Кригом за три дня и так далее. Я не верила, что это произойдет, и поэтому у меня не было ни капли сомнений. В принципе, мысли о том, что нужно покинуть столицу, так как здесь завтра или послезавтра будут русские. Нет. И плюс у меня, знаете, еще такое... Мне было важно закрыть гештальт. То есть я понимала, что в 2014 году я покинула Крым, и второй раз это переживать мне не хотелось. Я точно знала, что второй раз этого я точно переживать не буду, и второй раз покидать вот тот город, в котором я уже обосновалась, живу, у меня здесь друзья, родные, близкие, я не буду. Но мне кажется, что Крым можно в этом году сдать звание. Худшим остался он везде, и по Харькову, и по Донбассу, и по Киеву, и по Одессе, и по Херсону. А я напомню, что Херсон, первую Херсонскую область, они оккупировали не в результате какой-то там успешной военной операции, а просто из-за банальной зрады в этом регионе. И украинские вооруженные силы очень успешно деоккупируют южную часть материковой Украины. И я думаю, что в скором времени победа будет за нами. Ну а Путин и путинские бурдалаки, они, очевидно, просчитались. И Путин собрал просто вокруг себя таких людей. Это достаточно вспомнить просто заседание Совета безопасности России накануне широкомасштабного вторжения, когда они там слова не смогли, не могли просто сформулировать. Очевидно, они ему говорили то, и говорили, что в Украине все-таки Украина – это субъект международной политики, украинцы – это субъектный народ, украинцы – они более свободолюбивый народ, они рабской ментальности, как мы, и они будут сопротивляться. Никто Путину это в лицо сказать не мог. Они ему говорили то, что, как мне представляется, то, что он хочет слышать. И в результате мы увидели, что они просчитались по полной везде. Это полный провал. Гульсум, я первый раз увидел канал АТР, когда происходила аннексия Крыма, и ваш канал тогда вещал и перестал вещать. Это было так драматично и трагично. И как вы считаете, 2023 год – это будет годом, когда вы вернетесь и продолжите вещание, возобновите вещание из Крыма? Или, возможно, это будет, как сказать, в 2024 году? Вы знаете, мне нет оснований не верить начальнику главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову, потому что это единственный, кстати, человек в вышеполитическом руководстве и военном руководстве Украины, который еще до широкомасштабного вторжения России в Украину, давая интервью одному из немецких изданий, и даже карту показал, куда, как Россия будет наступать. И действительно, вот прям точь-в-точь, один в один, Россия по этим же направлениям наступала. И мы даже, когда знаете карту, я говорю, да ладно, да неужели они на Киев пойдут? И все, что говорил Кирилл Буданов, казалось, что мы же в Херсонде оккупировали наш Кирилл Буданов, говорит о том, что летом, дай бог, мы уже будем в Крыму. Я рассчитываю на то, что летом 2023 года мы действительно будем в нашем украинском Крыму, в крымско-татарском Крыму, и там уже будем возобновлять вещание первого крымско-татарского. Хотя, конечно же, и сейчас мы продолжаем свою деятельность, однако с небольшими финансовыми сложностями это дается не очень просто. Однако я думаю, что по возвращению Крыма канал будет восстановлен во всех своих масштабах, во всей своей красе. Мы все еще с большей командой и с большим таким голосом будем рассказывать о том, как реинтегрируется Крым и освобождается от российских оккупантов. Гульцум, последний вопрос для вас. Мне очень интересно. Я просто рад видеть столько молодых журналистов, которые делают такую важную работу. Как вы считаете, война оказалась определенным социальным лифтом для людей, потому что открылись новые возможности в смысле журналистики? Или как изменила война вашу работу? Мы стали, мне кажется, еще более ответственными. Мы стали еще более ответственными перед, в первую очередь, самим собой, а во вторую очередь, перед своим народом. Когда мы понимаем, что журналистика не только просто освещение каких-то там событий, которые происходят вокруг тебя, это еще и работа в национальных интересах твоей страны, когда ты понимаешь, что сейчас, именно в эту секунду, вот то видео, которое у тебя есть, его лучше не публиковать. Его нельзя публиковать, потому что ты находишься в военных условиях, и ты можешь, просто не осознавая даже это, ты просто делаешь свою работу, но подыграть оккупантам, осветив какое-то место взрыва, которое может являться стратегическим объектом, критической какой-то инфраструктурой, что этого делать нельзя. В первое время, кстати, было очень много таких ошибок со стороны моих коллег, со стороны журналистов, и вот сейчас этого уже нет. Мы стали, как мне представляется, еще более ответственными перед самими собой и перед своим народом. Плюс я просто работаю еще не только в Украине, а в большинстве своих освещённых событий, которые здесь происходят, события, связанные с Российской Украиной, работает российская пропаганда. И я вижу, как они там просто людей зануряют в эту пропаганду, свою обманывают ложью, просто нагло врут. И я, находясь здесь, стараюсь людям рассказывать о том, что это не так. Смотрите, есть другая сторона, есть другие события. И здесь, находясь здесь, ты, когда это освещаешь, люди начинают тебе верить. Это придает большую ответственность. И я гордая тем, что наш народ и наша страна, она находится на правой стороне. То есть мы на стороне правды, мы на стороне справедливости, демократических ценностей. И я надеюсь, что всё-таки свет победит тьму. Кульсом Халилова, большое вам спасибо за участие. Я тоже очень надеюсь. Да, если вы окажетесь будущим президентом Украины, то я даже не удивлюсь. Большое вам спасибо за то, что подключились к нам журналисты с канала АТР. И мы переходим дальше. Спасибо вам. Слава Украине! Я очень рад, что к нам... Героям слава! Слава Украине! Спасибо!